Катынское дело готовит к эксгумации Катынское дело готовит к эксгумации В деле расстрела польских граждан сотрудниками НКВД появляются не публиковавшиеся ранее документы 27. Газета «Коммерсант» номер 84 от 20 мая 2019 года, СТР 5. Российская межведомственная группа по увековечению памяти жертв политических репрессий Сегодня посетит мемориальный комплекс Катынь под Смоленском В программе визита нет специальных обсуждений Катынского дела Но возвращение к этой теме хотели бы польская сторона и международное общество «Мемориал» Новые детали к расследованию этого преступления, которое до сих пор осложняет российско-польские отношения Способна добавить вторая книга памяти с именами убитых в Тверской области поляков Ее готовят к публикации «Мемориал» Там будут документы, ранее не публиковавшиеся в России В том числе материалы эксгумации тел главной военной прокуратуры СССР И показания бывшего начальника Калининского ОНК ВД Сегодня межведомственная группа по увековечению памяти жертв политических репрессий В рамках выездного заседания в Смоленске посетит мемориальный комплекс Катынь В группу, созданную Владимиром Путиным и возглавляемую председателем Совета по правам человека при президенте РФ Михаилом Федотовым, входят представители администрации главы государства, генпрокуратуры и министерств В мемориальном комплексе Катынь захоронены 4415 военнопленных поляков из Козельского лагеря, расстрелянных НКВД весной 1940 года В программе визита нет специального обсуждения Катынского дела, хотя возвращение к этому вопросу желательно Тема еще полна белых пятен, пояснил твердый знак председатель правления международного общества Мемориал Ян Рачинский Который присоединился к рабочей группе в качестве приглашенного гостя Например, до сих пор расстрелянные поляки не признаны жертвами политических репрессий Кроме того, засекреченными осадятся 35 из 183 томов расследования этого преступления, которое вела главная военная прокуратура, ГВП, СССР с 1991 года Оно было закрыто в 2005 году в связи со смертью подозреваемых Многие материалы из рассекреченных томов не опубликованы в России Это в итоге порождает у отдельных историков и общественных деятелей спор о виновности НКВД и даже о том, была ли вообще эта трагедия, хотя официально власти России признали ее Напомним, Катынское дело касается расстрела в апреле-майе 1940 года почти 22 тысячи Польских граждан, содержавшихся с 1939 года, после раздела Польши между Германией и СССР, в лагерях и тюрьмах НКВД В их числе 4415 узников Козельского лагеря, расстреляны в Катынском лесу под Смоленском 3820 узников Старобельского лагеря, расстреляны в Харькове Свыше 6000 узников Осташковского лагеря в Тверской области, а также 7305 заключенных тюрем в западных областях Украинской и Белорусской ССР До 1980-х годов прошлого века власти СССР настаивали, что поляки были убиты немцами осенью 1941 года Лишь в 1990 году было опубликовано официальное заявление ТАСС о непосредственной ответственности за злодеяние в Катынском лесу Представители НКВД, Твердый знак, Берии, Меркулова и их подручных, осами злодеяния квалифицировались как одно из тяжких преступлений сталинизма В 2010 году этот вывод подтвердила Госдума РФ Представители польской стороны также заявляют о желании продолжить переговоры по Катынскому делу Это преступление до сих пор имеет значение для российско-польских отношений и воспринимается принципиально по-разному, пояснил твердый знак посол Польши в России Владимир Шмарчиняк Польская сторона рассматривает его как преступление против человечности, а российская сторона считает его военным преступлением Российская сторона опирается на результаты расследования российской прокуратуры по данному делу Но это расследование было закрытым, и его материалы частично остаются засекреченными, а значит, это та тема, которая до сих пор не подлежит публичному обсуждению, подчеркнул посол Он отметил, что Польша все еще ожидает рассекречивания и передачи оставшихся 35 томов уголовного дела Господин Марчиняк пояснил твердый знак, что вопрос рассекречивания материалов расследования не рассматривался в ходе официальных переговоров Это вытекает из нежелания российской стороны возвращаться к закрытой, по ее мнению, главе истории Об этом не раз заявляли и российские участники, созданные в 2002 году российско-польской, твердый знак, группы по сложным вопросам Российская сторона также выражает нежелание возобновить встречи группы, в рамках которой можно было бы вернуться к диалогу на эту тему, сообщил господин Марчиняк Какое решение вынес ЕС Парича по Катынскому делу? Новое обсуждение Катынского дела, в частности, связанное с реабилитацией погибших, может быть продолжено после публикации второй книги памяти В ней войдут документы, которые ранее не публиковались в России, говорят в мемориале Родственники убитых поляков подавали в 2000-х годах в ГВП заявление о реабилитации Прокуратура и отказ не хотела выдавать, и согласие, сообщая, что не может начать процедуру реабилитации из-за отсутствия материалов, свидетельствующих, что именно эти люди были расстреляны Пояснил твердый знак историк, руководитель польской программы Международного общества Мемориал Александр Гурьянов Действительно, поименных постановлений о расстреле нет Сотрудники КГБ сообщили прокурорам в ходе расследования, что в 1959 году часть документов о Катынском деле, в том числе личное дело военнопленных, была уничтожена Но если говорить об Осташковском лагере, то из сохранившихся документов НКВД и из других материалов удается собрать на каждого военнопленного цепочку документов, из которых видно, что весной В 1940 года они были доставлены в здание управления НКВД по Калининской области, сейчас Тверская область, твердый знак, где были расстреляны, а затем захоронены рядом с деревней Медная, сообщил господин Гурьянов В частности, это письма родственников в немецкий Красный Крест в 1943 году, в которых говорится, что их родные посылали письма из Осташковского лагеря, а в 1940 году связь оборвалась Часть обращений с фамилиями от АДМ была вывезена после войны в Москву и сейчас хранится в Госархиве РФ Там 114 человек, пояснил господин Гурьянов Есть и тысячи обращений родственников сгинувших Осташковских пленников в Польский Красный Крест в послевоенные годы Также мемориал опирается на материалы частичной эксгумации, которую проводила ГВП в 1991 году под Медным и более полной эксгумации, проводимой в 1995 году польскими специалистами Стефан Пеньковский, врач-невролог, профессор, мобилизован как майор запаса и направлен в госпиталь 5-го военного округа в Кракове, похоже, Варшава капитулировала У нас устроили перепись, спрашивают дату рождения, происхождение, род занятий и прочее Еду дают, но нерегулярно Я посчитал, что в нашем бараке на человека приходится по 0,6 кВ М Из-за такой тесноты ночи на полу ужасны Фото, фотоархив журнала «Огонек» На фото, Иосиф Сталин, в центре, Вячеслав Молотов, второй слева, и Николай Ежов, справа 19 сентября 1939 года Народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия издал приказ номер 0308 о создании управления по делам военнопленных и интернированных, УПВИ, при НКВД СССР Согласно приказу, было организовано 8 лагерей для содержания военнопленных из Польши Осташковский, Юхновский, Козельский, Путевльский, Козельщанский, Старобельский, Южский и Оранский В лагеря было направлено 130 242 человека Некоторые из их числа не были поляками, но были признаны советским руководством подозрительными из-за их стремления к восстановлению независимости Польши 3 октября 1939 года рядовые унтер-офицеры из Польши были отпущены, более 40 тысяч человек из западной и центральной Польши переданы Германии Оставшихся распределили по лагерям Вскоре от них перестали приходить письма На фото, Иосиф Сталин, в центре, Вячеслав Молотов, второй слева, и Николай Ежов, справа 3 марта 1940 года Лаврентий Берия передал Сталину записку, в которой предложил следующее Исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти НКВД СССР считает необходимым Дело о находящихся в лагерях военнопленных 14700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков А также дело об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии В количестве 11 тысяч человек членов различных КАЭР-шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков Рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания расстрела Казимир Щековский, майор пехоты польской армии 24 февраля 1940 года Думаю, что в марте будет много изменений, но что будет с нами? Приходит много писем, но для меня нет Безнадежно наше заключение фото, РИА Новости Весной 1940 года в лесу у деревни Катынь в Смоленской области органами НКВД СССР был расстрелян 4421 польский офицер Взятый в плен в 1939 году Фото В 1943 году захоронения обнаружили оккупировавшие территорию немецкие войска 13 апреля 1943 года германская радио сообщила, что найдено место тайных массовых экзекуций, проведенных большевиками, где были уничтожены 10 тысяч польских офицеров Фото Через два дня Совинформбюро опровергло гнусные измышления немецко-фашистских палачей В заявлении говорилось, что летом 1941 польские военнопленные, занятые на строительных работах под Смоленском, были захвачены и расстреляны немцами В 1943 году немецкие и международные эксперты, проведя эксгумацию тел в Катынь Установили, что поляки были убиты в 1940 году В январе 1944 года, вскоре после освобождения Смоленска, СССР создал свою комиссию под председательством главного хирурга Красной армии Николая Бурденко На фото второй слева В ее отчете говорится, что поляков расстреляли немцы осенью 1941 года Основываясь на этой версии, советские власти пытались добиться включения Катынского расстрела в приговор нацистским преступникам на Нюрнбергском трибунале Однако, заслушав свидетелей, трибунал нашел их доводы неубедительными и не стал упоминать Катынь в приговоре Фото, фотоархив журнала «Огонек» На фото, бывший польский солдат, в маске, предполагаемый свидетель расстрелов дает в США показания по Катынскому делу Казимир Щековский, 9 марта 1940 года, снова пошли слухи об отправке в Германию Говорят в конце марта или в начале апреля, ну скорее бы Думаю, что нас ждет еще много сюрпризов, только бы все закончилось хорошо На фото, бывший польский солдат, в маске, предполагаемый свидетель расстрелов дает в США показания по Катынскому делу Фото, AP На фото, лейтенант США Дональд Стюарт, слева, рассказывает на заседании специального комитета о Катынских событиях 11 октября 1951 года в Луджи Мешваэда, агротехник, мобилизован как лейтенант запаса, скоты Не дают нам хлеба, похоже, и не дадут, почему неизвестно Воды тоже нет, лопнули трубы После работы закончили столы и лавки, теперь наша комната выглядит роскошно Сегодня наше начальство запретило нам завтра петь калятки Ну и пусть поцелуют нас взад, станем петь всю ночь На фото, лейтенант США Дональд Стюарт, слева, рассказывает на заседании специального комитета о Катынских событиях 11 октября 1951 года фото, AP, Bill Allen На фото, бывший польский солдат, предполагаемый свидетель Катынских событий, в маске, рассказывает о расстрелах Вашингтон, 1952 В последующие десятилетия тема Катыни в СССР официально не поднималась, упоминания о ней отсутствовали в советских справочниках и исторических трудах Все документы, относящиеся к расстрелу, были строго засекречены На фото, бывший польский солдат, предполагаемый свидетель Катынских событий, в маске, рассказывает о расстрелах Вашингтон, 1952 Фото, AP, Bill Allen В марте 1959 года председатель КГБ Александр Шелепин в записке первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву советовал уничтожить следственные дела поляков, расстрелянных в 1940 году в Катынском лесу и других лагерях и тюрмах Глава КГБ предупреждал, что эти документы не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности, а их случайная расконспирация может привести к нежелательным для государства последствиям В том же году эти документы были уничтожены Фото, Reuters На фото, Никита Хрущев в Польше 1959 год В 1960-х годах широкую известность в Советском Союзе приобрела белорусская деревня Хатынь, сожженная гитлеровцами в 1943 году В 1966 году ЦК Компартии Белоруссии принял решение о создании одноименного мемориального комплекса, который был торжественно открыт три года спустя Созвучие названий «Катынь-Хатынь», по мнению некоторых экспертов, было не случайным Таким образом советская пропаганда пыталась тереть из общественной памяти место расстрела поляков На фото, Никита Хрущев в Польше 1959 год Фото, Николай Драчинский, слеж фотоархив журнала «Огонек» В 1970-х годах активное обсуждение Катынской темы в Великобритании заставило МИД СССР выступить с рядом официальных протестов В них осуждались попытки во враждебных целях раздуть клеветническую выдумку гибельсовской пропаганды о так называемом Катынском деле Ответственность за Катынь СССР признал только накануне своего распаду 13 апреля 1990 года Когда было опубликовано сообщение ТАСС, в котором говорилось о непосредственной ответственности за злодеяние в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных и выражалось глубокое сожаление В тот же день президент СССР Михаил Горбачев передал находившемуся с визитом в Москве президенту Польши войцеху Ерузельскому списке польских офицеров, находившихся в лагерях НКВД в 1939-1940 годах Однако самые важные Катынские документы, содержащиеся в так называемом пакете Н1, оставались засекреченными фото, Л. Шерстенников слеж фотоархив журнала Огонек В 1992 году Борис Ельцин принял решение рассекретить все документы из пакета Н1, включая решение Политбюро ЦК ВКП под 5 марта 1940 года о расстреле 14,7 тысячи польских военнопленных и 11 тысяч заключенных Тюрем, а также записку Шелепина 14 октября 1992 года спецпосланник российского президента вручил их в Варшаве президенту Леху Валенсии фото, Митя Олешковский, фото и тартас 25 августа 1993 года в ходе визита в Польшу Борис Ельцин со словами «Простите нас» возложил венок к памятнику жертвам Катыни в Варшаве В 1996 году правительство России и Польши договорились о строительстве мемориалов в Катыни и Медном, Тверская область, фото, Александр Сенцов, Александр Чумичев, ТАСС В годы президентства Владимира Путина польская сторона неоднократно призывала и его извиниться за Катынь Однако российский лидер обходил этот вопрос стороной Уже будучи премьером, 31 августа 2009 года Путин в статье в польской газете «Wybaza» написал, что россиянам понятны обостренные чувства поляков, связанные с Катынью, и призвал вместе хранить память о жертвах этого преступления 7 апреля 2010 года, посетив Катынь в 70-летнюю годовщину трагедии, Владимир Путин назвал ответственного за нее Он высказал свое личное мнение, что Сталин совершил этот расстрел исходя из чувства мести за красноармейцев, погибших в польском плену в 1920-х годах Фото, коммерсант, Дмитрий Азаров Здесь в последний раз проверяли личность заключенного, спрашивая о его имени и дате рождения Затем отмечали в списке, чтобы не было никакой ошибки Наконец, на польского офицера или полицейского надевали наручники и отводили его в камеру экзекуции Здесь жизнь пленного заканчивалась выстрелом в заднюю часть головы Опытные палачи стреляли в шею, держа ствол коса вверх Тогда была вероятность, что пуля выйдет через глаз или рот Тогда будет только немного крови, в то время как пуля, выстреленная в затылок, приводит к обильному кровоточению, вытекает больше одного литра крови А убивали, по меньшей мере, 250 человек в день Трупы убитых выкидывали из камеры, где происходили убийства, через запасные двери во двор, где ждал грузовик Кузова автомобилей каждый день отмывали от фрагментов мозга и крови Трупы, по 25-30 на каждый автомобиль, закрывали брезентом, который в конце операции Блохин приказал жечь Тело, брошенное в автомобиле, перевозили к общим траншеям, в лесу недалеко от Медная Эти траншеи закапывал НКВДист, оператор-экскаватор Антонов, со своим помощником Когда все заключенные Асташкова уже были уничтожены, Блохин устроил прощальное возлияние для лиц, которые убили более 6300 человек Блохин получил премию в сумме месячного оклада Кому-то в качестве премии выдали наградной наган, велосипед, патефон Токарев Дмитрий, с 1938 года Начальник управления НКВД по Калининской области, один из руководителей операции по разгрузке Асташковского лагеря Людей приводили по одному, через коридор, поворачивали влево, где находилась красная комната Токарев Дмитрий, снижая, 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 снижая Стефан Пеньковский, врач-невролог, профессор, мобилизован как майор запаса и направлен в госпиталь 5-го военного округа в Кракове Похоже, Варшава капитулировала У нас устроили перепись, спрашивают дату рождения, происхождения, род занятий и прочее Еду дают, но нерегулярно Я посчитал, что в нашем бараке на человека приходится по 0,6 кВ М Из-за такой тесноты ночи на полу ужасны Фото, фотоархив журнала «Огонек» 19 сентября 1939 года народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия издал приказ номер 0308 о создании управления по делам военнопленных и интернированных, УПВИ, при НКВД СССР Согласно приказу, было организовано 8 лагерей для содержания военнопленных из Польши Осташковский, Юхновский, Козельский, Путевльский, Козельщанский, Старобельский, Южский и Оранский В лагеря было направлено 130 242 человека, некоторые из их числа не были поляками, но были признаны советским руководством подозрительными из-за их стремления к восстановлению независимости Польши 3 октября 1939 года рядовые унтер-офицеры из Польши были отпущены, более 40 тысяч человек из западной и центральной Польши переданы Германии Оставшихся распределили по лагерям Вскоре от них перестали приходить письма На фото, Иосиф Сталин, в центре, Вячеслав Молотов, второй слева, и Николай Ежов, справа 3 марта 1940 года Лаврентий Берия передал Сталину записку, в которой предложил следующее Исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти, НКВД СССР считает необходимым Дело о находящихся в лагерях военнопленных 14 700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков А также дело об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии В количестве 11 тысяч человек членов различных КР шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков Рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания расстрела Казимир Щековский, майор пехоты польской армии 24 февраля 1940 года, думаю, что в марте будет много изменений, но что будет с нами? Приходит много писем, но для меня нет Безнадежно наше заключение Фото, РИА Новости Весной 1940 года в лесу у деревни Катынь в Смоленской области органами НКВД СССР был расстрелян 4421 польский офицер, взятый в плен в 1939 году Фото В 1943 году захоронения обнаружили оккупировавшие территорию немецкие войска 13 апреля 1943 года германская радио сообщила, что найдено место тайных массовых экзекуций, проведенных большевиками, где были уничтожены 10 тысяч польских офицеров Фото, AP Через два дня Совинформбюро опровергло гнусные измышления немецко-фашистских палачей В заявлении говорилось, что летом 1941 польские военнопленные, занятые на строительных работах под Смоленском, были захвачены и расстреляны немцами В 1943 году немецкие и международные эксперты, проведя эксгумацию тел в Катыни, установили, что поляки были убиты в 1940 году В январе 1944 года, вскоре после освобождения Смоленска, СССР создал свою комиссию под председательством главного хирурга Красной армии Николая Бурденко, на фото второй слева В ее отчете говорится, что поляков расстреляли немцы осенью 1941 года Основываясь на этой версии, советские власти пытались добиться включения Катынского расстрела в приговор нацистским преступникам на Нюрнбергском трибунале Однако, заслушав свидетелей, трибунал нашел их доводы неубедительными и не стал упоминать Катынь в приговоре Фото, фотоархив журнала «Огонек» Казимир Щековский, 9 марта 1940 года, снова пошли слухи об отправке в Германию Говорят, в конце марта или в начале апреля, ну скорее бы Думаю, что нас ждет еще много сюрпризов, только бы все закончилось хорошо На фото, бывший польский солдат, в маске, предполагаемый свидетель расстрелов дает в США показания по Катынскому делу Фото, AP, в лоджии Мешваида, агротехник, мобилизован как лейтенант запаса, скоты Не дают нам хлеба, похоже, и не дадут, почему неизвестно Воды тоже нет, лопнули трубы После работы закончили столы и лавки, теперь наша комната выглядит роскошно Сегодня наше начальство запретило нам завтра петь калятки Ну и пусть поцелуют нас в зад, станем петь всю ночь на фото, лейтенант США Дональд Стюарт, слева, рассказывает на заседании специального комитета о катынских событиях 11 октября 1951 года фото, AP, в последующие десятилетия тема Катыни в СССР официально не поднималась Упоминания о ней отсутствовали в советских справочниках и исторических трудах Все документы, относящиеся к расстрелу, были строго засекречены На фото, бывший польский солдат, предполагаемый свидетель катынских событий, в маске, рассказывает о расстрелах Вашингтон, 1952 Фото, AP В марте 1959 года председатель КГБ Александр Шелепин в записке первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву советовал уничтожить следственные дела поляков, расстрелянных в 1940 году в Катынском лесу и других лагерях и тюрмах Глава КГБ предупреждал, что эти документы не представляют ни оперативного интереса, ни исторической ценности, а их случайная расконспирация может привести к нежелательным для государства последствиям В том же году эти документы были уничтожены Фото, Reuters В 1960-х годах широкую известность в Советском Союзе приобрела белорусская деревня Хатынь, сожженная гитлеровцами в 1943 году В 1966 году ЦК Компартии Белоруссии принял решение о создании одноименного мемориального комплекса, который был торжественно открыт три года спустя Созвучие названий Катынь-Хатынь, по мнению некоторых экспертов, было не случайным Таким образом советская пропаганда пыталась тереть из общественной памяти место расстрела поляков На фото, Никита Хрущев в Польше 1959 год В 1970-х годах активное обсуждение Катынской тему в Великобритании заставило МИД СССР выступить с рядом официальных протестов В них осуждались попытки во враждебных целях раздуть клеветническую выдумку гибельсовской пропаганды о так называемом Катынском деле Ответственность за Катынь СССР признал только накануне своего распаду 13 апреля 1990 года было опубликовано сообщение ТАСС, в котором говорилось о непосредственной ответственности за злодеяние в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных И выражалось глубокое сожаление В тот же день президент СССР Михаил Горбачев передал находившемуся с визитом в Москве президенту Польшевой цеху Ерузельскому списке польских офицеров Находившихся в лагерях НКВД в 1939-1940 годах Однако самые важные Катынские документы, содержащиеся в так называемом пакете Н1, оставались засекреченными фото, Л. Шерстенников слеж фотоархив журнала Огонек В 1992 году Борис Ельцин принял решение рассекретить все документы из пакета Н1, включая решение Политбюро ЦК ВКП под 5 марта 1940 года о расстреле 14,7 тысячи польских военнопленных и 11 тысяч заключенных тюрем, а также записку Шелепина 14 октября 1992 года спецпосланник российского президента вручил их в Варшаве президенту Леху Валенсии фото, Митя Олешковский, фото и торта с 25 августа 1993 года в ходе визита в Польшу Борис Ельцин со словами «Простите нас» возложил венок к памятнику жертвам Катыни в Варшаве В 1996 году правительство России и Польши договорились о строительстве мемориалов в Катыни и Медном, Тверская область, фото, Александр Сенцов, Александр Чумичев, ТАСС в годы президентства Владимира Путина Польская сторона неоднократно призывала и его извиниться за Катынь Однако российский лидер обходил этот вопрос стороной Уже будучи премьером, 31 августа 2009 года Путин в статье в польской Газита Вайбаза написал, что россиянам понятны обостренные чувства поляков, связанные с Катынью, и призвал вместе хранить память о жертвах этого преступления 7 апреля 2010 года, посетив Катынь в 70-летнюю годовщину трагедии, Владимир Путин назвал ответственного за нее Он высказал свое личное мнение, что Сталин совершил этот расстрел исходя из чувства мести за красноармейцев, погибших в польском плену в 2019 1920-х годах Фото, коммерсант Токарев Дмитрий, с 1938 года Начальник управления НКВД по Калининской области, один из руководителей операции по разгрузке Осташковского лагеря Людей приводили по одному, через коридор, поворачивали влево, где находилась красная комната Точка Здесь в последний раз проверяли личность заключенного, спрашивая о его имени и дате рождения Затем отмечали в списке, чтобы не было никакой ошибки Наконец, на польского офицера или полицейского надевали наручники и отводили его в камеру экзекуции Здесь жизнь пленного заканчивалась выстрелом в заднюю часть головы Опытные палачи стреляли в шею, держа ствол коса вверх Тогда была вероятность, что пуля выйдет через глаз или рот Тогда будет только немного крови, в то время как пуля, выстреленная в затылок, приводит к обильному кровоточению Вытекает больше одного литра крови А убивали, по меньшей мере, 250 человек в день Трупы убитых выкидывали из камеры, где происходили убийства, через запасные двери во двор, где ждал грузовик Кузова автомобилей каждый день отмывали от фрагментов мозга и крови Трупы, по 25-30 на каждый автомобиль, закрывали брезентом, который в конце операции Блохин приказал жечь Тело, брошенное в автомобиле, перевозили к общим траншеям, в лесу недалеко от Медная Эти траншеи закапывал НКВДист, оператор-экскаватор Антонов, со своим помощником Когда все заключенные Асташкова уже были уничтожены, Блохин устроил прощальное возлияние для лиц, которые убили более 6300 человек Блохин получил премию в сумме месячного оклада Кому-то в качестве премии выдали наградной Наган, велосипед, патефон фото, Ройтез Смотреть минус Продолжение следует... Продолжение следует...